Молодые пары Пальмами, лазурной водой и мерным шумом прибора. Но если речь пойдет о необычной паре, то ожидать можно чего угодно. Здесь другой путь на берег. Когда мы встретились, родители Ханны дали ей машину. И первое, что я сделал, я сломал эту машину. В середине прошлого века в Дании появились на свет озорной задиристый мальчик Оли и смешливая светловолосая красавица Ханна. Изучая историю родной страны, они, вероятно, заметили, что покои королевского дворца в Копенгагене поочередно занимали два короля – Фредерик и Христиана. Очередного Фредерика сменял очередной Христиана, а того, в свою очередь, новый Фредерик. У ребенка могло сложиться ощущение, что это не преемственность имен, принятая в королевских семьях, а поочередное правление двух людей, вновь и вновь приходящих в этот мир, чтобы брать на себя ответственность за жизнь государства. Может быть, тогда и зародились в сознании маленьких Оли и Ханны мысли о перерождении. Пройдут годы, прежде чем эти дети подрастут, в очередной раз встретятся, узнают и полюбят друг друга. Вместе они пройдут долгий и увлекательный путь, чтобы вспомнить о том, что их любовь началась задолго до рождения, и ей предстоит преодолеть рамки этой жизни. Древняя Индия 2450 лет назад имела культуру, равносильную греческой культуре того же времени. Сократ, Платон, Софокл, Аристотель, Диоген и самый умный из всех Гераклит, потому что он уже тогда сказал, что не стоит воевать со всеми этими богами, которых мы все равно никогда не встречаем. Вместо этого лучше представить себе, что пространство само по себе уже беременно. Оли и Ханна встретились снова, когда стали студентами. Оли поступил в Копенгагенский университет в 60-м году. Здесь был главный вход. А Ханна стала студенткой в 64-м. Я присматривался к новым девушкам, которые поступили, и решал, с кем я хочу быть в этом году. И когда рядом прошла Ханна, ее начало трясти, как только я посмотрел на нее. И мы тут же полюбили друг друга, очень сильно. Там у нас было первое романтическое свидание. А вот здесь, в университетской библиотеке. Так что это достаточно интеллектуальная часть мира. Мы видим совместное существование интеллигенции и религии. Мне обычно нравилось брать велосипеды и ему в руки давать. Однажды местная полиция проезжала рядом. И я спрятался прямо за ним. Я присел, весь сжался в комок, и они меня не увидели. Они проехали мимо. На самом деле, власти ничего об этом не знали. Они вообще не представляли, что это такое. Они знали только пиво. А что это такое новое, им было совершенно непонятно. Иногда у нас такие трехэтажные вечеринки были. В подвале находились те, кто пили. В середине те, кто курили. А на крыше те, кто уже ничего не могли. Это было занятное время. Я много описывал все эти состояния. В наши дни я очень не рекомендую использовать любые наркотические вещества. Наркотики убили почти всех моих друзей. В 68-м году, в наш медовый месяц, мы отправились в Непал. Потому что в этот момент я писал свою дипломную работу в университете на тему Олдоса Хаксли. На самом деле, в то время наркотики принимали люди, которые находились в авангарде. Это не были неудачники, как сегодня. И тогда же мы услышали, что тибетские ламы могут получать любое состояние сознания без каких-либо наркотических воздействий. Просто через медитацию. Машины с европейцами и сейчас нечасто можно встретить на дорогах Афганистана. А тогда? Тогда это было почти чудо. В одной из таких чудесных машин ехали Оля и Ханна. А в другой их друзья. Конечно, забавно было посмотреть совсем другую жизнь, в которой женщины прячутся под паранжой, попробовать другую кухню. Даже если после этого настигает жестокий понос. Но основная часть путешествия только начиналась. И Оля с Ханной спешили в Непал. А их друзья пришли в восторг от улетного местного Гашиша. И решили остаться в Кабуле. Оле приходилось отгонять от Ханны любопытных мужчин. А перед тем, как двинуться в путь, молодой паре удалось увидеть знаменитые статуи Будд. В 2001 году эти статуи были разрушены талибами. В те времена визу в Непал можно было получить только в Дели. Это требовало определенного времени. Так Оля и Ханна оказались в Индии. Их удивляла и даже волновала экзотика окружающего мира. Но что-то было не так. Не было какого-то ощущения, что они попали в компанию, о которой давно мечтали. Зато в ожидании визы у них появилось время разобраться в различных направлениях индуизма. Они знакомились с местными гуру, но ни один из них не увлек. Кроме того, в сердце было настойчивое предчувствие скорой встречи с чем-то настоящим и долгожданным. Не успев положить в карман паспорта с визами, Оля и Ханна сели на поезд, идущий в Непал. Машин мало, и регулировщик не перегружен. Немного работы и урикш. Они терпеливо поджидают туристов. Для туристов в Катманду – музей древности. Их интересуют эти средневековые улочки и такие вот многочисленные базарчики, которые можно встретить в самых неожиданных местах города. В Катманду Оля и Ханна наконец-то почувствовали себя как дома. Им нравились и люди, и атмосфера города. Среди множества буддийских храмов Оля и Ханна особенно привлекала ступа Своямбху. Уникальность ее в том, что она была возведена во времена еще прошлого Будды. А если учесть, что нынешний Будда Шакьямуни жил более двух с половиной тысячелетий назад, то можно только догадываться о силе этого места. Тем более, что все эти годы ступа Своямбху почиталась буддистами. Оля и Ханна стремились находиться здесь, среди этих людей. Еще более сильные переживания охватили Оля и Ханну, когда они встретились с беженцами из Тибета. Причиной этому послужили события почти десятилетней давности. В 59-м году, когда китайские коммунисты вторглись в Тибет, тысячи тибетцев оказались в оккупации. Те же, кому удалось покинуть родину, жили теперь в Непале, в лагерях для беженцев. Встреча с ними оказалась для Оли и Ханны очень волнующей. Позже они найдут простое и пронзительное объяснение этим переживаниям. То есть в 68-м году мы просто познакомились с тибетской культурой. Она нас сразу поразила и очень понравилась. Она была какой-то особенной. Было такое впечатление, что они нас уже знали. К нам приходили и давали какие-то вещи. Иногда продавали, потому что они были беженцами. Мы стали близкими друзьями. Действие виз закончилось. И по дороге в аэропорт они заехали в тибетский лагерь, чтобы купить серебряные браслеты. Кто-то сказал, что они помогают от гепатита, которым Оля и Ханна только что переболели. Они улетали в Данию, отчетливо осознавая, что обязательно сюда вернутся. Они еще продолжали жить привычной жизнью, хотя оба понимали, что она вот-вот закончится. И серебряные браслеты сыграли в этом не последнюю роль. Они действительно чудесным образом вылечивали от гепатита. Вот здесь мы с Ханной жили. Дом был вот здесь, но они его снесли. Мы съездили на восток в 68-м один раз и потом дважды в 69-м году. И мы повстречали очень удивительный хлам. Особенно в 69-м году мы повстречали очень необычный хлам. Я видел его полностью прозрачно. Я помню, что-то поднял, поставил перед собой, так, чтобы подумать, может быть, он меня гипнотизирует. Я достал твердый коробок датских спичек. Но коробок как был непрозрачный, так и остался. А лоб инца еще был прозрачный. Я мог видеть рисунок обоев за его спиной. Это было начало определенных изменений во мне и Хане. Это долгая история того, как я и Оля работаем для буддизма и для кармапа. Мы впервые встретились в 69-м году. Мы не знаем, что это означало, но мы не понимали тогда, что все это значило, хотя уже встретились с Лопенцетчу. И до того, как мы поехали к нему снова, я в университете выбрала одним из своих предметов тибетский. Я изучила алфавит, и это очень пригодилось, потому что, когда в 69-м году мы встретились с кармапой, наше путешествие закончилось рядом с Дарджилингом. Там практически не было людей, которые говорили по-английски. Нам пришлось учить язык, и единственное, что мы тогда знали, то есть я знала, это алфавит. И еще я могла использовать словарь. И наши родители обнаружили, что это нам помогает, и решили поддержать нас деньгами. Нам требовалось всего лишь 50 долларов в месяц, чтобы хорошо себя чувствовать. Такая была Индия в то время. И Непал. Мы жили на эти деньги и учились, прожили там около двух лет. И потом, осенью 72-го, наш лама Кармапа сказал, теперь возвращайтесь. А мы об этом даже не думали. Мы были полностью поглощены нашей жизнью в Гималайе, обучением, практикой, и совершенно не собирались возвращаться. Для нас это оказалось большим сюрпризом. Оле может объяснить буддизм очень ясно. Он стал тем, кто может учить и донести буддизм до людей во всем мире. независимо от их прошлого, окружения и культуры. Создать связь с буддизмом, вдохновить людей практиковать и изучать. А моя роль немного другая, и это соответствует тому, какие мы на самом деле. для них я был как бульдог, который все пробивал за счет силы и преданности. А она была тем, кто шел сзади и засевал прекрасные семена. Тибетцам она нравилась. Они знали, что я их защищаю, а Ханна всегда трогала их сердца. Я должен был кое-что поменять в тибетском буддизме. То, что культурно не работает здесь, на Западе. Например, поклоны, простирание при входе в храм. Свободным западным людям все это непонятно. Мне пришлось поменять довольно много традиционных вещей. Я всегда говорил об этом моим учителям, и они соглашались. Вместе мы смогли сделать буддизм полезным в жизни, чтобы он не был чем-то таким экзотичным. Мы нашли, действительно, нашли хороший срединный путь. Это действительно случилось с нами. Мы путешествовали вокруг Земли дважды в год, чуть ли не каждый день посещая Новый год. Фантастически она могла это делать. Это наша комната. С 75-го года мы жили здесь. Она является центром нашей активности по всему миру. На самом деле, по датским законам в этой комнате нельзя жить, потому что она находится под землей и не соответствует положенным нормативам. Но мы решили, что эта комната нам подходит. Друзья ее отделали вагонкой и мы были здесь очень счастливы. Действительно очень счастливы. И всегда, когда приезжали в Данию, мы останавливались в этой комнате. Поэтому здесь очень много всяких воспоминаний. И половина одежды, которая здесь лежит, все еще одежда Ханна. И большинство книг, которые здесь стоят, это книги Ханна. У нее было больше времени, чтобы читать. Здесь, наверху, наша кровать. На ней мы провели много счастливых часов. Мы любили друг друга до самого конца. И когда она заболела, тоже. Здесь же вы видите наш алтарь, вещи, которые на нем лежат. Множество того, что было дано нам разными тибетскими ламами. Там много вещей от Кармапы и от многих других лам. Он довольно традиционный. Еще много вещей там, выше, на той полке. Ламы были очень добры к нам. И мы создали для них 560 центров. Поэтому я бы сказал, что все получили пользу. Она работала как мост. Я больше работал на Западе, а Ханна половину времени проводила с тибетцами, работая для них. Остальное время она работала с нами. Именно этим и попросил Кармапа нас заниматься. И также он сказал, что все это должно быть таким совместным усилием. именно этим мы занимались все время. И я надеюсь, мы будем продолжать так действовать. Вы знаете, мы были всегда вместе. В то время средства связи были не такими хорошими, как сейчас. Не было интернета и всего остального. И в начале 60-х, когда полиция хотела что-то проверить с нами, у них ничего не получилось. Потому что я всегда знал, что она говорит, а она знала, что я говорю. Мы действительно чувствовали друг друга как близнецы. Но интересно, что у нас сохранялось сексуальное влечение. Часто в парах отношения становятся похожи на отношения брата и сестры. С нами этого никогда не происходило. Мы всегда были очень привлекательны друг для друга. На самом деле, это один из тех моментов, которые сложнее всего понять дуалистичному западу. Наши умы работают таким образом, что мы часто выбрасываем половину. Для того, чтобы что-то было хорошим, мы делаем что-то другое плохим. Ну, например, мы думаем, что тело такое греховное, а ум святой. Буддизм, он другой. Мы более старые, и у нас гораздо больше опыта. И мы решили, что как тело, так и ум могут быть очень полезными. На это место никто не нападал, но здесь были английские бомбардировки. С этого балкона я видел английские самолеты, которые прилетали. Мой отец был в движении сопротивления, поэтому мы знали заранее. Я помню, как они прилетали, и потом были взрывы. И уже в то время, когда мне было 3-4 года, то есть во время Второй мировой войны, я помню, что мне снились сны о войне, о боевых действиях в горах, которых у нас в Дании нет. И я также помню, что мне снились мужчины в красных юбках, которых я никогда не видел раньше. Я все время защищал их от врагов и приводил в такие места в горах, где они могли остаться в покое. Мы оба опознали это место в 86-м году, когда путешествовали по Восточному Тибету. Мы оба мы были полностью шокированы. Мы тогда ехали на грузовике, зимой было очень холодно, и я почувствовал что-то особенное и начал стучать по кабине, где сидел шокер. Мы насели на каких-то монахов и спросили, что это было за место. Они сказали, что это место Рубца. это было место, где родился 16-й Кармапа. Мы опознали это место оба и узнали многие другие места в Тибете. Возможно, мне надоел масляный чай и женщины, на которых так много одежды. И, наверное, мне надоело бегать вверх и вниз по горам. Здесь красивый датский лес. Я всегда лазил по деревьям, когда был маленький. Здесь теннисный корт. Мой дом с этой стороны. Ханна с той. Я сейчас покажу вам дорогу. Здесь тоже самое. Мы всегда играли здесь. И я все время по стройке ползал. Гвозди воровал. Приносил домой, плющил молотком, в маленькие мечи превращал гвозди. И потом приносил их моей маме. У нее целый шкаф был с разными маленькими мечами. Много-много разных маленьких мечей. Явно я был солдатом в прошлой жизни. Все возможно. На самом деле, на самом деле, Дания дала очень много возможностей для работы мне и Ханне. Мы не могли выбрать лучшего места. Если бы я родился в Германии, мне сначала пришлось бы заново восстанавливать страну. И кроме того, меня всегда преследовали бы угрозения совести. в здании было проще. Это было таким легким началом. Вот здесь Ханна жила первые пять лет. И ее мама очень нервничала от того, что бегала и искала ее. Но я думал, какие проблемы? Я же позабочусь о ней. Это все было очень радостно. Все было радостно. Когда она умирала, конечно, это было больно. Но когда она была жива и здорова, у нас было фантастическое время. Я прыгал с парашютом. Мы вместе гоняли на мотоцикле. И у нас была отличная жизнь. Я думаю, что для Ханны 2003 год был тяжелым, потому что я чуть не умер после несчастных случаев. Я тогда прыгал с парашютом и был настолько уставший, потому что мы не спали. Мы медитировали три дня и три ночи. И я был настолько сонный, что забыл раскрыть парашют. Тут вопрос получения баланса, чтобы все работало вместе. И здесь вступают в действие символика мужского и женского в союзе. Вы, наверное, видели, что схемы или узоры статуи или картинок, они всегда одинаковы. Сидящие или стоящие в союзе, рот к рту, нижние части соединяются. И целью этого является движение энергии по замкнутому циклу, что помогает растворить дуальность. Если внимательно посмотреть, можно понять, что женское — это интуиция, а мужское — это метод, попытка попробовать что-то сделать. Подобно этому, на высшем уровне женское — это пространство, а мужское — радость, восторг. «Вообще партнерство — это очень значимые вещи в неличностном плане. При встрече с чем-то, что было одним, стало двумя, а потом снова одним, возникает большое силовое поле и глубокие чувства. Точно так же, когда мы встречаемся с кем-то отличным от нас, с противоположным полом, возникает определенная открытость и рост, нечто особенное, что действительно может многому научить». В Дании браки, заключенные Ламой Оли, имеют юридическую силу и официально признаны государством. Может быть, эти свадьбы не столь пышные, но наполнены осмыслением происходящего и учат молодых супругов самому главному — быть счастливыми. А из брачных церемоний остались только традиционное фото на память, торт и шампанское. В России парное благословение не имеет юридической силы, но сохраняет силу благословения. Поэтому влюбленные пары выстраиваются в очереди к Ламе Оле. В случае с Ханной и мной, у нас это было сразу из прошлой жизни. Мы, конечно, многому научились. Мы провели 4 года в Гималаях. Мы медитировали во всех этих местах и получили много благословений и поучений. Но в целом это уже было у нас, и это было у наших родителей. Они действительно были двухголовыми монстрами. Когда все шло хорошо, они шли плечом к плечу. А когда все было сложно, они стояли спиной к спине. Я думаю, что у нас с Ханной получилось то же самое. Лишь несколько дней в году поле бывает в Дании на Рождество. Традиционный датский стол, много друзей, все как всегда. Только рядом нет Ханны. Это первое Рождество Оли с тех пор, как ушла Ханна. На рождественской елке их портрет. Они вместе, они счастливы. Она здесь, она как пространство. Она никогда не уходила. Чувствуется в медитациях, что она как пространство. Я ухожу в медитации и чувствую что-то широкое. Ощущение большой доброты, что-то женское. Это действительно от нее. Я должен вам рассказать о том, как она умирала, потому что это действительно необычно и редко. Это действительно смерть йоги. На самом деле ее уже съел рак легких. Он проник и в мозг и распространился по всему телу. И с первого января этого года мы уже знали, что она умрет и готовились к этому. Она должна была сказать всем до свидания. После этого у нее было три месяца, и она хотела, чтобы я был постоянно с ней. это было ее единственным желанием. Первого апреля она умерла. Я держал ее в руках вот таким образом, наверху в комнате. Держал ее близко к себе. И она пятнадцать раз была клинически мертва. Каждый раз она больше минуты была без признаков жизни, а потом приходила в себя, вдыхала, как будто думала, может быть, я еще буду полезна. И на шестнадцатый раз я ей сказал, Ханна, теперь ты должна уйти. И я произнес такой звук, который помогает отправить сознание из тела. Никто не касался ее лица, но у нее была удивительная мягкая улыбка. Энергия вышла прямо из макушки головы. В раннем детстве Ханна и Оля не знали друг друга, хотя оба жили недалеко от большого парка, который называется деревня Фредерико. Можно, конечно, предположить, что первая встреча произошла много раньше той, о которой они помнят оба. Например, можно представить, что когда пяти-шестилетний Оля озорничал в лесу со своими друзьями, мама Ханны недовольно хмурила брови, потому что ее маленькая дочка просыпалась в коляске. Хорошо быть здесь ребенком, да? Я сейчас попытаюсь найти дорогу в лес. Мы впервые встретились с ней в 51-м году. Мне было 10 лет, ей 5. Мы встретились к северу от Копенгагена, в очень красивом месте. Там холмы и деревья растут, которых не так много в дань. По-французски это называется Сан-Суси, место без забот. Здесь это Саун-Фри, место, свободное от страданий. Это было очень особенным. Я помню, встретил ее и сделал что-то такое, чего никогда не делал раньше. Мне было 10 лет, я был довольно диким ребенком. Я все время пренебрежительно думал о женщинах и детях. Я думал, что женщины очень смешные, потому что они не умеют лазить по деревьям, и с ними невозможно драться. Поэтому они совершенно бесполезны. В то время здесь деревья росли, и мы перелезали по этой ветке, чтобы воровать там фрукты. Мы перепрыгивали через забор, а там у сторожей были собаки. Поэтому было весело. Этому дубу, наверное, больше тысячи лет. Он выглядит очень хорошо. Мне он нравится. Вы спросили меня, что такое любовь. Я думаю, что это, когда мы находим что-то, что все завершает, все закругляет, придает смысл всем вещам. Это как старые обещания, которые у тебя были. Это что-то, что ты хочешь сделать вместе. И мы сделали это, не правда ли? Мы сделали удивительную работу. Я начал делать укрытия из кустов и деревьев, сгибать их и связывать вместе, создавая для нас такой шалаш. И явно мы в нашей прошлой жизни где-то медитировали таким же образом. Где-то вот здесь похоже. И, конечно, потрясающе важным было то, что мы встретили Кармапу и Лопенце Чуринпочи. Потому что любовь для того, чтобы быть счастливыми только вместе, это, конечно, недостаточно. Она должна включать всех существ. Она должна смотреть очень далеко. И она должна иметь вневременное измерение. Где-то вот здесь все произошло. И когда мы видим их в такой позиции, лицом к лицу, мы должны всегда понимать, что это движение света, движение энергии, объединяющее двоих. И с этой встречи в лесу, в месте, которое мы сейчас видели, к северу от Копенгагена, где мы встретились как будто после расставания в прошлой жизни, с этой встречи и с тех обещаний, которые мы сделали в прошлой жизни, появилось 560 буддийских центров по всему миру. В прошлой жизни мы были вместе в восточном Тибете, мы даже знаем место. А в этой жизни мы встретились в Дании. Давайте посмотрим, где мы встретимся в следующей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok